Перед тем, как сделать панельду, покажи QR-код. Вот такое нововведение действует на самом большом катке Барнаула Клевченя. Большинство правила принимают. Привыкли, система QR-кодов на спорт-объектах действует уже больше месяца. Но и недовольные тоже есть. Я уже привыкла к этому, поэтому нормально отношусь, но в целях безопасности. Ну, вообще, я не одобряю это. Ну, ладно, я бы согласился, если бы в помещении, на открытом воздухе. Я ставлю под сомнение этот вопрос, что может распространяться инфекция. А перебываетесь вы где? В помещении. Может быть, поэтому? Ну, возможно, да, кстати. Главный вопрос, который волнует сейчас любителей фигурного катания, нужен ли QR-код со своими коньками? Организаторы массового катания ответ дают. Мы проверяем наличие QR-кода у лиц старше 18 лет, абсолютно у всех. Почему? Объясню. Самый распространенный вопрос. А если я со своими коньками приду и в помещение заходить не буду? 95% людей, кто приходит со своими коньками к нам покататься, они катаются 30-60 минут. Они устают, они замерзают. Им нужно будет зайти погреться, отдохнуть. Организаторы катания также признают, что такие ограничения наносят серьезный ущерб ледовому бизнесу. В прошлом году, в день открытия катка, яблоку негде было упасть. Сейчас в разы меньше. Тем не менее, сотрудники главного катка города настроены оптимистично и приготовили для посетителей сюрприз. Сейчас в Кривчине освещают всего три фонаря и кататься довольно темно. Но уже в конце следующей недели здесь установят мощное освещение. И на катке будет светло, как днем. Я на самом деле хожу очень редко. Последний раз была два года назад. Но сегодня такая прекрасная погода, что можно как раз открыть и идти покататься. Это очень здорово. Нам очень нравится. Ну а сейчас те, кто имеет свободный доступ ко льду, просто наслаждаются катанием, хорошей погодой и забывают о негативе, который сложился на фоне пандемии. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.